В Устной Тории написано следующее. Это не написано в письменной Тории, что происходит во время сна. Устроившись на ночлег, Яков перенес 12 камней жертвенника, построенного здесь еще Авраамом, и разложил их вокруг себя, чтобы дикие животные не смогли подойти к нему. То есть 12 камней олицетворяют все свойства внутреннего человека. И 12 сыновей будущих. Это неважно. 12 сыновей тоже следствия из этого. То есть наш эгоизм состоит из четырех частей. Неживая, растительная, животная, человеческая природа. Каждая из них, каждая из частей состоит из трех линий. Добра, зла и их совмещение, правильного совмещения между собой. 4 умножить на 3 – 12. 12 – это части, из которых состоим мы. Это первое. Второе, что он сделал? Потом, значит, и разложил их вокруг себя, чтобы дикие животные не смогли подойти к нему. О, то есть он сделал таким образом свое внутреннее устройство, исправил себя, свою душу, свои желания, чтобы все его дикие желания не смогли... Это дикие животные, да? Да, да, это дикие животные. Не смогли нарушить все это его внутреннее равновесие, которое он из себя сделал. Красиво. Да. Один из камней он положил под голову вместо подушки. Да, это кедр. Если 12 камней, которые я здесь поставил, сольются в единый монолит, можно быть уверенным, что все 12 моих сыновей станут праведниками и будут служить творцу. Да. То есть если все эти 12 свойств, из которых состоит его структура... Его душа. Да. От кетер, от короны и до молхода до последнего все эти свойства будут одновременно гармонично работать, то, естественно, что все его частные эти свойства станут праведниками, то есть оправдывающими творца, правильно работающими в венесон. Соединенными с вами. С высшей силой, да.